а вот и мой термос который заказывал ровно месяц назад защитная упаковка наполненная воздухом на вид очень стильный я не ошибся когда это сказал в прошлом видео повреждений никаких нету не видно тут уже чуть-чуть болтается интересно насколько это важно кнопка нажимается достаточно жестко так самом термосе вот что болталась ремешок коротенький чтобы носить на руке для ремешка вот тут есть отверстие на мобильных телефонах еще такие ремни ремешки бывают в общем вот и механизм тут пружина тут соответственно клапан ну как я и думал этот механизм хлипковат я бы сказал но зато есть вот это этот стаканчик который является и крышечка которая навинчивается сверху всего вообще я в ванной набираю просто воды из-под крана и проверяю на протечке больше половины есть закручиваю чувствую что там резинка герметик по ней закручивается так вот таком состоянии ни капли не пролилось сухо с этой крышкой тем более но проверю без внутренней и только с внешне я вот не понимаю это она была мокрая или пролилось чуть-чуть капли вот я вытер теперь здесь все сухо болтаю еще раз да нет все сухо даже без внутренней крышки с клапаном протечек нет если вдруг вот это выйдет из строя просто ее откручиваю и наливаю в чашечку из нее пью в общем термос я очистил с помощью лимонной кислоты рецепт очистки очень простой смотрите описание и теперь никакого запаха от термоса нет абсолютно никакого запаха а теперь я буду тестировать насколько хорошо этот термос держит температуру а а а а а а а а Сейчас в тормозе свежеприготовленный чай. Оставлю на ночь при комнатной температуре. Итак, прошло 9 часов. Термос стоял при температуре 20 градусов. Я его не открывал пока что. Температура жидкости в нем 42-45 градусов по ощущению. Это значит, что на ночь можно оставлять его возле своей кровати, а на утро сразу уже будет горячий напиток. Не надо даже с постели вставать. Продолжение следует... Я только что сварил кофе. Он в термосе. Я положу термос за окном. За окном минус 2 градуса. И оставлю на некоторое время. Так, прошло 2,5 часа. Сейчас попробуем. Температура воздуха на улице по-прежнему минус 2 градуса. Смотри, что стаканчик что-то развалился. Нет, не развалился. Просто верхняя шляпка. Как-то снимается. Горячий. Я подержу еще. У градусов 65 есть температура содержимого термоса. Оставлю его на улице еще на несколько часов. Так, термос простоял на морозе еще 2,5 часа. За это время температура на улице упала до минус 4. И я проверяю, насколько остыла жидкость внутри термоса. Сейчас у нее градусов 45 температура. Ну и подвожной ток. Свежеприготовленный горячий кофе. Был залит термос. А термос поставлен на улицу, где температура воздуха минус 2. И за 2,5 часа кофе остыло до 75 градусов. Потом еще за 2,5 часа до 45. При этом на улице температура тоже упала с минус 2 до минус 4. Таким образом термос тепло держит как раз очень хорошо. На полдня прогулки, на морозе, там 100% будет горячее питье. Упаковку можно стелить на скамейку, чтобы сидеть теплое было. Следите за описанием к видео. Там я буду записывать, как термос себя ведет в процессе эксплуатации. Это страница моих заказов. Вот мой термос. Подтверждаю получение товара. Вы уверены? Да. Отправьте. Оставьте отзыв. Насколько вы доволен за сервисом магазина? Ставлю максимально 5. Как быстро продавец отправил заказ? Это занимало месяц. Так что ни много ни мало. Оставлю 3 звезды. Насколько точно было описание? Ставлю 5. И пишу комментарий свой. Пришел надежный упаковок. При комнатной температуре кипяток нам остывает до 40 градусов за 9 часов. А при минус 2, минус 4. Сумма получается за 5 часов до 45 градусов. Пишу так. Если я указал уже 40 градусов, значит пишу цифру 6 часов. При минус 2, минус 4 за 6 часов. Кстати, если термос я буду носить с собой в сумке, то в сумке температура воздуха будет повыше, чем на улице. Так что на больше, чем на полдня прогулки на морозе, теплое питье гарантированно. Теплое даже горячее. Пишу так. На полдня прогулки по морозу горячее питье гарантированно. Ставите объект. Твой feedback has been submitted.